Добрый день, уважаемые коллеги. Мы очень подробно поговорили о возможностях лекарственной терапии больных гермогидными опухолями. И сейчас логично, наверное, перейти к осложнениям химиотерапии. Ну, актуальность, разумеется, этой проблемы не вызывает сомнений. Мы прекрасно понимаем, что внедрение цисплатинов в лекарственное лечение этих опухолей привело, в принципе, к драматическому улучшению прогноза для жизни этих пациентов. И учитывая то, что диагностируется и лечение проводится у молодых пациентов до 45 лет, то ожидаемая продолжительность жизни этих пациентов достигает 30-50 лет в развитых странах, что, в принципе, позволяет нам прослеживать их судьбу и так называемые поздние или отсрочные осложнения химиотерапии. Конечно же, осложнения химиотерапии – это те неблагоприятные патологические процессы, которые и ухудшают качество жизни, но и самая главная часть из них представляет реальную угрозу для здоровья и даже повышает риск смерти на довольно большой процент. Это кардиологические, пульмональные осложнения, развитие метахронных опухолей, о которых мы и постараемся сейчас поговорить. Поэтому, конечно же, необходимость наиболее ранней, своевременной, по крайней мере, диагностики этих патологических состояний, их профилактики и при их уже диагностировании и коррекции, конечно же, это проблема, которая стоит и которая будет стоять при успешном лечении наших пациентов. Говоря об особенностях этой проблемы, я, конечно же, не буду говорить о лечении непосредственных осложнений. Мы их все знаем, это гематологическая токсичность и ряд других, мы с ними справляемся. Будем говорить о поздних или отсроченных токсичности. Большинство информации, которые мы имеем, большой объем информации, основной объем информации, который мы имеем, он имеет рецептивный характер. То есть он базируется на тех лечебных подходах, на тех схемах химиотерапии, которые использовались 15, 20, даже 30 лет назад. То есть, в принципе, за это время изменились некоторые моменты лечения принципиальные. Например, полностью отказ произошел от лучевой терапии на область рядастей и так далее. Поэтому ясно, что с течением времени спектр поздних осложнений, конечно, будет меняться и несколько отличаться от тех данных, что мы имеем на сегодняшний момент. И из-за особенности проблемы, конечно, необходимость длительного наблюдения, о котором мы говорили, многие десятилетия, в принципе, несколько десятилетий. И необходимость, поэтому, предоставление максимально полной информации как самому пациенту о возможных патологических состояниях и информирование тех специалистов, которые будут курировать пациента, в принципе, излеченного уже пациента, врачи других специальностей. И поскольку, опять же, мы говорим о том, что, скажем так, половина жизни пациента будет уже после нашего лечения производиться, то те факторы его образа жизни, которые можно, скажем так, нивелировать, такие неблагоприятные факторы, как курение, его какие-то негативные моменты образа жизни, конечно, нужно максимально информировать пациента об их исключении, скажем так, максимальном их ограничении. Ну, и я разделила свою презентацию, наверное, логичнее, по тем системам, которые могут поражаться, со стороны которых могут быть отсроченные осложнения. И начнем с кардиологических осложнений. В принципе, включение в лечебную тактику, в лекарственную терапию тисплотина и блеомицена привело, конечно же, к повышению эффективности, но и к повышению частоты осложнений, в том числе таких серьезных, как ишемическая болезнь сердца, тромбоэмболические осложнения, артериальная гипертензия, абсолютно риск повышается на до 10%. И медиана общей выживаемости больных, у которых диагностированы такие вот серьезные кардиологические осложнения, не превышает 5 лет. И, в принципе, это приводит к тому, что у пациентов в возрасте до 45 лет смертность от кардиологических проблем в два раза выше, чем у здоровых лиц. В принципе, это, конечно же, высокий показатель. Факторами риска, в принципе, являются те же самые, что и у пациентов, не страдающих герногеновыми опухолями. Это и артериальная гипертензия, и курение, и нарушение липидного обмена, ожирение, в который, в принципе, входит такой метаболический синдром, который мы видим практически у каждого третьего пациента, имеющего герногеновую опухоль, прослеживается. Поэтому, в принципе, при возможности ряд этих факторов зависит уже от пациента. И, по крайней мере, можно каким-то образом стараться их исключить. Разумеется, степень выраженности кардиологических осложнений зависит от интенсивности терапии. Но в качестве примера я хотела привести исследование норвежских авторов. Здесь оценено с медианой наблюдения почти 20 лет. Около тысячи пациентов, получавших лечение по поводу герногенной опухоли яичка. И мы видим, что с увеличением интенсивности терапии, то есть все больные, получавшие химиотерапию, и тем более все больные, получавшие лучевую терапию и химиотерапию, каждый четвертый и даже каждый третий, в принципе, излеченный пациент имеет клинически выраженную артериальную гипертензию и необходимость приема антигипертензивных препаратов. В принципе, это, конечно же, высокие показы значения. Очень важное и, в принципе, серьезное осложнение – это тромбоэболические осложнения. Наверное, их сложно отнести даже к отсроченным. Они, в принципе, больше имеют актуальность на момент начала лечения, но о нем нужно помнить, потому что эти осложнения также представляют реальную угрозу для жизни пациента. И, наверное, среди факторов риска можно выделить те моменты, которые связаны с опухолью пациентом. Это определенный возраст, это размеры опухоли, которые вызывают компрессию сосудов, это поражение печени, это гиподинамия, связанная, как правило, с кахексией, вызванной большим опухолевым процессом. И второй немаловажный фактор, который связан уже с нашим лечением – это повреждение эндотелия сосудов. Как правило, основной момент здесь имеет цисплатин. Поэтому риск тромбоэмболических осложнений у наших пациентов достигает, в принципе, 20%. И поэтому те пациенты, которые имеют 1, 2, 3 фактора риска, возраст, гиподинамия, ряд других моментов, конечно же, в отношении них нужно рассматривать вопрос о профилактическом использовании антикогулянтов. То есть профилактику тромбоэмболических осложнений мы, по крайней мере, проводим практически у всех пациентов, имеющих подобные факторы риска. И несколько подробнее остановлюсь на как раз повреждении эндотелия сосудов. Напомню, что для цисплатина характерно очень длительное существование в организме. В плазме в течение 10-20 лет после проведения лекарственного лечения определяются концентрации цисплатина, причем в токсических дозах, в тысячи раз превышающие условно допустимые. И поэтому такое происходит постоянное непрерывное повреждение эндотелия, вялотекущее воспаление, нарушение функции эндотелия. И, конечно же, это ключевые моменты в развитии и тромбоэмболических осложнений, и атеросклероза. Ну и, в принципе, ряд авторов определяют, так называемые, маркеры как раз повреждения эндотелия сосудов. Это микроальбумин урия, который каждого четвертого пациента определяется в моче. Это повышение уровня фактора виллебранта, цирреактивного белка, утолщение интимной сонной артерии, транзиторной, но она определяется. То есть, в принципе, имеются и доказательные, скажем так, моменты, подтверждающие такое повреждение эндотелия сосудов. С стороны дыхательной системы, конечно же, в первую очередь, мы думаем о поражении легочной ткани препаратом блеомицин. Для него это доза лимитирующая токсичность. Существует, по крайней мере, три варианта повреждения легочной ткани. Это облитерирующий бронхиолит, эдинофильная гиперчувствительность и интерсоциальный пульмонит, о котором обычно все информированы. Именно пульмонит чаще приходит в фиброз легочный. И считается, что причиной развития подобных осложнений является отсутствие как в легочной ткани, так и в дерме фермента блеомицин-гидролазы, который обеспечит, как раз таки, обезвреживание, иноксивацию блеомицина. И поэтому развиваются пульмониты и типичные для терапии блеомицином дерматиты. Говоря о пульмоните, мы видим очень выраженное различие в частоте. От 5 до 45% авторы приводят такие данные, потому что сложно. Клитерии, вроде бы, известны диагнозы. Это одышка, это непродуктивный кашель, это дыхательная недостаточность, но, скажем так, они могут быть различной степени выраженности. Поэтому диагностика, она такая, скажем так, валирующая. Но у каждого пятого пациента, к сожалению, происходит хронизация процесса, как раз таки явление фиброзирования легочной ткани. И мы видим довольно высокие цифры смертности. То есть если в ранних работах достигали даже 3%, сейчас уже меньше процента, но все равно смертность от пульмонита, она присутствует. И, в принципе, нормальная функция легких, по мнению большинства авторов, это просто такой один из основных предикторов общей выживаемости. То есть если сохранена функция легких, как правило, эти пациенты имеют лучший прогноз для жизни. Факторы риска также, они, в принципе, общеизвестны. Первое, конечно, это повышение кумулятивной дозы блеомицина. Наличие метастазов и, в принципе, как следствие наличия метастазов, их хирургическое лечение. То есть то, что повреждает легочную ткань, то, что уменьшает дыхательный объем, и, конечно же, это тоже относится к факторам риска. Это лучевая терапия на область рельдостения, которая, в принципе, слава богу, уже сейчас не используется больше 20 лет. Возраст, снижение функции почек, курение. То есть, в принципе, все то, что при наличии увеличивает риск развития пульмонита в 2,5-3,5 раза. То есть, в принципе, факторы эти риска нужно учитывать. И, наверное, у тех пациентов, которые имеют определенный возраст, курильщики, у них, наверное, более активно нужно оценивать динамику состояния легочной ткани. И помимо блеомицина, цисплатин также вносит, скажем так, свою негативную лепту в развитие повреждения легочной ткани, также за счет повреждения сосудов легочных, о которых мы говорили чуть выше. И, в принципе, то, что и логично протекает, риск развития заболеваний легких напрямую зависит от интенсивности лечения. Здесь, в принципе, в большинстве работ авторов, которые оцениваются, выводят дозу цисплатина, так называемую высокую и низкую, больше 850 и меньше 850. В принципе, это проведение или одной, или двух линий лекарственной терапии, исключением цисплатина. И вот пациенты, которые нуждались в проведении второй линии терапии с пользой цисплатина или даже первой, но с необходимостью удаления медосазов из легких, они имели риск развития пульмональных осложнений в 2,5-3 раза выше, чем пациенты, подвергающиеся менее интенсивному лечению. И респективные нарушения также, то, что определяются у каждого пятого пациента, факторы риска – это доза цисплатина и возраст больше 40. То есть, в принципе, наверное, целевая такая вот популяция этих больных, которая требует более активного наблюдения динамики состояния легочной ткани. И, наверное, третья группа таких именно угрожающих жизнесостояния – это развитие метахронных злокачественных опухолей. В принципе, очень большое сейчас уже количество работ. Мы видим уже десятки тысяч, наверное, до пациентов, если их всех посчитать. С длительностью наблюдения больше 7-и, больше 10-и лет. И вторые опухоли развиваются у 5-6% пациентов, то есть, в принципе, у каждого 20-го. Это достаточно высокий процент. И если помнить, что пациенты живут после нашего лечения в течение 20-30 лет, то, в принципе, они находятся на протяжении своей оставшейся жизни под определенным риском. Мы видим, что риск развития злокачественных опухолей метахронных повышается на 30-40% по сравнению со здоровой популяцией, что, конечно же, немало. И на первом месте авторы выделяют проведение той лучевой терапии на области льостения, которая сейчас уже не используется. Второе место – это сочетание химиотерапии, лучевой терапии, то есть тех методик, которые особенно при лечении семеномных опухолей используются. Медиана общей выживаемости крайне мала при развитии метахронных опухолей полтора года. То есть, конечно, это то угрожающее жизнесостояние, которое крайне неблагоприятно и крайне ухудшает прогноз для жизни пациента. И если говорить о распределении по злокачественным опухолям, то, в принципе, тоже логично. Это те системы, которые подвергаются, во-первых, повреждению при проведении лучевой терапии и длительной экспозиции цисплотина, о которой мы говорили. Длительная циркуляция препарата в плазме, повреждение мочеводелительной системы и повреждение желудочного тракта. Также вовлекаются плевры, мягкие ткани щитовидной железа. То есть это те органы, которые наиболее часто представлены в структуре метахронных опухолей у больных герногенными опухолями. И первое место – это рак мочевого пузыря. Тоже, в принципе, понятен механизм пролонгированной экспозиции цисплотина. Риск его возникновения в пять раз выше, чем у здоровых лиц. И, в принципе, ожидается снижение этого риска развития рака мочевого пузыря, поскольку до какого-то определенного времени облучали подвздошные лимфатические узлы. Сейчас этого уже не происходит. И поэтому этот риск лучевого воздействия в отношении рака мочевого пузыря, по крайней мере, будет уже снижен. И саркомы. Мы уже упоминали о возможности трансформации таратомы. В принципе, в любой злокачественный гистотип может трансформироваться таратома. Но больше половины трансформируются все-таки в саркомы мягкие ткани, которые, как правило, крайне неблагоприятно протекают и характеризуются, как правило, резистентностью. И гематологические опухоли. Они, в отличие от солидных опухолей, развиваются раньше. В пределах, обычно, первых трех лет. Это мелодезопатический синдром и лейкозы. И, конечно же, основной канцерогенный эффект оказывает в этой комбинации стандартных препаратов – это позит. Нефротоксичность. Говоря о лечении с использованием цеплотина, конечно же, мы всегда помним об этом осложнении. Два основных механизма. Тот же самый повреждение эндотелия почечных сосудов. И повреждение клеток канальцев почки с развитием магнитеряющей нефропатии. Конечно же, сочетание цеплотина с другими факторами риска – с лучевой терапией, с нефротоксичными препаратами, определенный возраст, сопутствующие проблемы со стороны почек, имеющиеся у пациента – все это усугубляет, повышает риск возникновения этих моментов. И в итоге уменьшается скорость клубочковой фильтрации и развивается ряд электролитных нарушений. Мы видим, что снижение функции скорости клубочковой фильтрации достигает даже 50%, 20-30%. И длительное наблюдение в течение 5-10 лет – это сохраняющиеся изменения, которые, в принципе, носят необратимый таким образом характер. Нейротоксичность – также для цесплатина наиболее скромнотипичное осложнение, высокая частота, причем, если оценивать даже у бессимптомных пациентов, то процент еще выше, практически у 3-4 пациентов это отмечается. И помимо периферической нервной системы, наиболее типичного осложнения, еще и страдает функция парасимпатической нервной системы. И как раз этим объясняется часто развитие гипотензии. В принципе, мы также ее отмечаем на введении часто препаратов, когда у пациентов, у молодых пациентов отмечается склонность к снижению артериального давления. Ну и высокая частота парастезии, развитие синдрома Рейно, в принципе, очень часто развивается. Мы, в принципе, тоже в своей клинической практике отмечали развитие синдрома. У каждого второго пациента хронизируется это патологическое состояние. В принципе, клиника этого синдрома всем известна. И этиология – это то же самое нарушение магния, которое связано с повреждением ткани почек, и нарушение функции парасимпатической нервной системы. Причем важно отметить, что до настоящего времени нет ни одного препарата лекарственного, который обеспечивал лечение нейропатии, вызванной цисплатином. То есть очень много препаратов исследовалось, но, к сожалению, ни один из них неэффективен. Поэтому здесь нужно, во-первых, просто владеть информацией, вовремя распознавать, наверное. И профилактика как раз вот это разделение дозы цисплатина на 5 введений – это то, что уменьшает риск развития и нейротоксичности, и нефротоксичности. И тяжесть нейротоксичности закономерно зависит от как раз резидуальной концентрации цисплатина. Чем больше препарат остался в организме, чем больше он циркулирует в кровеносном русле, тем выше частота более выраженных проявлений нейротоксичности. Ну, под варианты нейротоксичности – это ототоксичность тоже, буквально напомню. Это потери или снижение слуха в диапазоне высоких частот, очень частые осложнения у третьих пациентов, у 80% пациентов, звон в ушах часто отмечают пациенты, ну и проблема – это повреждение кортиевого органа. И, действительно, просто можно отметить, что сейчас, скажем так, один из механизмов такого разнообразия проявлений нейротоксичности у пациентов – это наличие или отсутствие аллелей генотипа гена глутсионтрансфераза, то есть фермента, который обеспечивает дезактивацию цисплатина в организме. Если у пациента имеются обе рецессивные аллели этого гена, то пациент имеет меньший риск развития нейротоксичности. Желудочно-черечный тракт, я, наверное, буквально остановлюсь очень быстро, поскольку, наверное, единственное осложнение относится к таким острым осложнениям, которое требует внимания именно в данной подгруппе пациентов, потому что пациенты молодые, пациенты имеющие, в общем, еще и лоббильность, скажем так, психоэмоциональную, поэтому для них сам факт развития такой выраженной тошноты и рвоты, которая характерна для цисплатина, напомню, один из самых имитогенных препаратов, конечно же, имеет большое значение. И для цисплатина имеются два, две фазы развития рвоты – острая в течение суток и отсроченная до пяти, и как раз-таки с целью уменьшения остроты рвоты, в том числе цисплатина разделяется на пять введений, то есть, по крайней мере, это уменьшает выраженность тошноты. Напомню, что необязательно использование трехкомпонентной антиметической терапии с использованием антагонистов серотонина, нейрокениновых рецепторов и дексаметазона, и, в принципе, это обеспечивает очень выраженную защиту практически более чем у 90%. И интересно у данных пациентов изучение использования пропитанта не в течение трех, как обычно, а в течение даже семи дней на фоне пяти дней введения препаратов и еще двух дней по окончании. Здесь также высокая эффективность этой схемы отсутствия острой рвоты до 96% пациентов отмечается. То есть, в принципе, то, что мы должны обеспечить максимальную психологический комфорт, максимальную переносимость нашего лечения. Не буду, наверное, основываться на фертильности, уже действительно большой, мне кажется, объем. Говоря о том, что, в заключении, наверное, говоря о осложнении химиотерапии, еще раз, мы не можем отказаться, к сожалению, ни от одного из таких серьезных лечебных воздействий, которые мы сейчас оперируем, ни от введения дисплатина, ни от использования блеомицина, ни от хирургического вмешательства на легочной ткани, ни от лучевой терапии при лечении семеном. Поэтому мы не можем что-либо изъять из нашего арсенала. И поэтому мы можем только говорить о профилактике осложнений, которые практически неизбежны с нашими нынешними методами борьбы с этими заболеваниями. Необходимость длительного наблюдения, буквально многолетнего, десятилетнего наблюдения. Необходимость максимального информирования и пациентов, и наших коллег. И, ну, я взяла в кавычки, наверное, на понятие такой ответственности пациента. Ряд факторов риска, которые могут, так сказать, ускорить развитие тех или других осложнений, они, конечно же, зависят еще от самого пациента. Поэтому, наверное, максимальный здоровый образ жизни, максимальное, может быть, внимание к своему здоровью, диспансерные, наверное, какие-то мероприятия, диспансеризации, наверное, они здесь в этой ситуации имеют как раз такое принципиальное значение. Спасибо, Анна Игоревна. Какие вопросы будут? Да, пожалуйста. Вы имеете в отношении профилактики гептотоксичности? Ну, здесь, к сожалению, мы не используем любые такие препараты, оно принято, да. Ну, извините, мы говорили насчет, так скажем, хвостовой токсичности цисклокина, то есть, остаточной. Ну, к примеру, можно же какие-то соргенты вводить, типа демодеза, и типа реоколеприды. Препарат выскочил в голову, для чего-то еще, значит, такие, амброинберин, по-моему. Ну, и ряд препаратов существует, даже на компрессе. Ну, здесь, наверное, можно говорить о какой-то облегчении, да. Ну, могу сказать, что мы практически редко используем такие методы коррекции. Наверное, здесь нужно разделить токсичность острую и отсроченную. Да, если мы говорим об улучшении переносимости препаратов именно на момент введения, да, конечно, имеет смысл, наверное, увеличивать объем инфузии, использовать те же стандартные, наверное, антиметические препараты. Но так, чтобы каким-то образом какие-то сорбенты или что-либо принципиально изменили метаболизм химиопрепаратов и уменьшили таким образом их токсичность, наверное, сложно ожидать. Говоря об отсроченной токсичности, то, ну, к сожалению, вот в отношении нейротоксичности, нефротоксичности, ну, таких препаратов просто, ну, нет, которые доказали бы свою эффективность в рандомизированных исследованиях. Потому что еще до недавнего времени мы, например, считали профилактику нефрознительной нейротоксичности, использование препаратов на основе магния, кальция, еще даже использоваться недавно терапией пероксароплатином. Но они, к сожалению, тоже оказались неэффективны. То есть, ну, такой вот в мировой практике доказанной эффективностью препаратов, к сожалению, нет. Как правило, мы используем низкомолекулярные гиполины, клексан, фраксиполин. На фоне введения препаратов – да, и, как правило, через некоторое время по окончании химиотерапии. То есть, на фоне химиотерапии и какое-то время после окончания. Но, в принципе, при уменьшении объема обухолевого массы, как правило, мы отмечаем улучшение когулограммы. То есть, в принципе, здесь бывает так, что на фоне лечения изменения, они просто лабораторные изменения, по крайней мере, они купируются. То есть, здесь прямая связь эффекта лечения, к сожалению, вернее, к счастью и улучшения когулограммы. Анна Ильина, спасибо большое за интересный доклад. И в чем здесь вот изюминка, наверное. Мы не думаем об отдаленных результатах, не думаем. И я тоже говорила, делают шесть циклов химиотерапии, нельзя этого делать. Мы не думаем о том, что эти больные будут вылечены и будут жить, особенно в педиатрии. И вот эти вот осложнения, они достаточно могут иметь коварное место. Мы испортим качество жизни пациенту, который будет вылечен от герминогенной опухоли. И на ЭСМО как-то, по-моему, позапрошлом году была сессия, которая так и называлась. Цена вопроса, цена лечения больных с герминогенными опухолями, где как раз говорилось об отдаленных результатах, об отдаленной токсичности. Мы еще, конечно, не имеем такого опыта большого, чтобы говорить об отдаленной токсичности. Но, тем не менее, тяжелые, например, пульмониты мы уже видели. И насколько они ухудшают качество жизни пациентов. Страшно, конечно. А то, что касается близлежайшей вот такой вот наблюдаемой токсичности, да, можно вводить в сопутствующую терапию, несколько это улучшает качество. Но на отдаленную токсичность, скорее всего, это никакого влияния не окажет. Вот. Спасибо большое. Разрешите, Анна Игоревна, я просто еще пару моментов хотел сфокусироваться. Даже не вопрос. Вот первое вы не упомянули. Самое важное, что вообще нужно делать каждому больному с герминогенными опухолями, это консервировать сперму. Я, извините, как раз два последних слайда. Да, проскочили, да. Потому что, к сожалению, об этом все знают, но мало кто делает. Но у вас это здорово, что делают. В Москве, например, сколько приходит больных, леченных в других учреждениях, как правило, ни у кого не делается. Потому что, кроме риска от самой химиотерапии, то вреда большого нет. Там все восстанавливается еще 4 года. Хирурги же вредят. Они заброшенную лимфоденктомию делают. Потом ретроградная экуляция. Если двухсторонняя была, практически 100% случаев. Поэтому, а там уже очень сложно, естественно, естественным путем это вообще невозможно получить ребенка. Вот. Второе, очень важный момент, это лечение больных с очень высокими уровнями опухолевых маркеров. Вот на самом первом курсе, когда тяжелый больной, который там ЕКОК-3-4, у которого ХГЧ, там 200-300 тысяч. Желание, естественно, дать ему... Все понимают, что это плохой прогноз, и хочется дать сразу первый курс химиотерапии в правильных дозах. Вот Михаил Юрьевич рассказывал, как это важно. Вот. Можно это сделать, и с очень большой вероятностью больной умрет во время этого первого курса химиотерапии. Поэтому есть даже... Сейчас появилось такое понятие, как стабилизационный курс химиотерапии. То есть, таким больным можно дать... Кто-то дает даже карбоплатин, монотерапию, небольшую дозу. Мы не карбоплатин даем, мы даем ИПИ, вот буквально два дня ИПИ, да, даем. 20 на метр и 100 на метр первые два дня, и ждем все спокойно. Иногда даже колоносимулирующие факторы сразу назначаем, и спокойно этого пациента дней через 10, он стабилизируется. У него не развивается распад опухоли, у него нет кровотечения, у него не развивается дыхательные недостаточности. И поэтому такой подход, он при том не ухудшает отдаленные результаты. Потом можно уже спокойно еще 4 курса химиотерапии провести. Вот этот подход позволяет предотвратить высокую токсичность. И по поводу невозможности исключения блеоцина, можно блеоцин исключать. Блеоцин можно исключать кому? Можно при хорошем прогнозе исключить. Ну тогда придется давать 4 курса ИП, и здесь надо взвесить, что лучше. По-моему, все-таки 3Б, это лучше. Потом, в принципе, например, в Индиану Университи, это где работает Лоренс Эйнхорн, который вообще человек впервые платину придумал давать этим пациентам. Он до сих пор жив-здоров трудится. Они сейчас отказались от применения блеоцина у пациентов, кому планируется хирургия на легких. То есть исходного, если есть метастазы в легкие или есть опухоль средостения, они сейчас отказались. И они в качестве альтернативы БЭПу используют режим ИЛИПЕЙ, это цисплатин, это позит, это фосфамид. Он равноэффективный, просто более мелотоксичный. Либо можно использовать режим ТИП. Он тоже обладает высокой эффективностью. Из второй линии перенести в первую линию терапию, поэтому тоже можно. Хотя на самом деле это все-таки меньшинство пациентов, кому действительно это нужно. Спасибо. Я хотела сказать про пациента, который у нас имеет сейчас 8-месячного ребенка. Но вот он как раз воспользовался клетками, которые были заготовлены к риоконсервацией. А еще есть один пациент, который через несколько лет родил ребенка самостоятельно. То есть, конечно, у нас все пациенты всегда, это молодые люди, всегда предупреждаются о том, что нужно обязательно сделать гриоконсервацию половых клеток, иначе возможен риск, риск фертильности. Поэтому это правило. Надеемся, так и везде, где занимаются этим.